Говорит Черкесск В эфире Вести, радио Карачаева, Черкесия Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня среда, 28 сентября. В студии с главными новостями в республике Валерия Дагужиева. Официальная хроника. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с председателем правительства республики Асланом Озовым и исполняющими обязанности вице-премьеров региона. Руководитель республики, в частности, поручил исполняющим обязанности вице-премьеров ознакомить председателя правительства Карачаева-Черкесии с основными направлениями деятельности, курируемых ими министерств и ведомств. В ближайшее время Аслан Анатольевич будет вносить предложения по формированию нового состава правительства Карачаева-Черкесии. Соответственно, необходимо также дать свою оценку деятельности руководителей министерств и ведомств, подчеркнул Рашид Темрезов. В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии состоялось расширенное заседание круглого стола на тему Управление жилищным фондом, законодательство, практика, вопросы. Участники мероприятия проанализировали конкретные проблемы и перспективы взаимодействия с управляющими организациями, ТСЖ, собственниками многоквартирных домов и выработали предложения по данным вопросам. Отдельной темой обсуждения стал вопрос расходования средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Другие новости. В рамках Всероссийского проекта Лес Победы в Малокарачаевском районе посадили именные деревья в честь уроженцев, участвовавших в Великой Отечественной войне и удостойных званий Героев России. Четыре голубые ели памяти героев Российской Федерации Абдула Ижаева, Харуна Чачуева, Джанибека Галаева и полного кавалера Ордена Славы Керима Бижанова высажены у мемориального комплекса «Вечный огонь». В селе Терезе Малокарачаевского района ведется строительство открытой многофункциональной спортивной площадки общей площадью около 770 квадратных метров. Объект предназначен для игровых видов спорта – гандбола, волейбола, ручного мяча, баскетбола и мини-футбола. Спортивная площадка будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. В настоящее время здесь завершены работы по устройству бетонного основания, далее предстоит установить прорезиненное покрытие и навес. Строительство данного объекта ведется на условиях софинансирования из республиканского бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Около 150 тысяч жителей Карачао-Черкесии будут привиты от гриппа этой осенью. В частности, бесплатные прививки от гриппа в этом году получат более 149 700 человек. В настоящее время в республике продолжается вакцинация населения против сезонного гриппа, которая началась в конце августа. На сегодняшний день прививки уже получили более 36 тысяч детей и около 60 тысяч взрослых. Подробный комментарий сразу после выпуска вестей. В Донбай прошел межрегиональный молодежный форум «Платформа-2016». 25 десятиклассников и субъектов Северо-Кавказского федерального округа принимали участие в мастер-классах, тренингах и семинарах, на которых они делились своим опытом и наработками в определенных областях. В частности, профилактики экстремизма, терроризма, табакокурения, наркозависимости, укрепления и сохранения традиционных кавказских ценностей и обычаев и т.д. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. И о спорте. Команда Карачаева-Черкесии успешно выступила на чемпионате России по борьбе на поясах, завершившемся накануне во Владикавказе, завоевав 4 золотых и 3 серебряных медали. Таким образом, 7 борцов получили путевки на чемпионат мира, который пройдет в середине октября текущего года в набережных Челнах. Лучшие результаты в своих весовых категориях показали Азамат Татаркулов, Алибек Хапаев, Азамат Лайпанов, Мурат Татаркулов, Будиян Джанкиозов, Расул Шедаков и Артур Байрамуков. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Алибек Акбаев стал обладателем золотой медали Всероссийского турнира, посвященного памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудохова. Воспитанники детско-юношеского шахматного клуба «Ферзь» Ногайского района примут участие в 14-м Всероссийском шахматном турнире, который состоится в Самарской области. Открытое личное командное первенство страны среди детей, проживающих в сельской местности, соберет более 200 юных интеллектуалов с разных уголков России. Наша команда будет представлять не только Карачаево-Черкесию, но и весь Северокавказский федеральный округ. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Днем дождь. В отдельных районах сильный, утром местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха плюс 10-15, в горах плюс 3-8. Пожароопасность 1-2 класс. В Черкесске днем умеренный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 14 градусов. Это были вести Карачаева-Черкесии. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. Программу провела Валерия Дагужиева. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа «Республика». Не переключайтесь.